Здравствуй! Моя звать Барат! О, нравится! Рут-порн-рейн! Т-44 это вообще просто пиздец какой-то, а не танк. Относится к разряду средних танков. Летает постоянно, 60 в час, что-то в этом роде. Разгоняется мгновенно, причем до этой скорости башня, офигенно крутится. Пушка достаточно мощная. Не сверх, конечно, но практически все там пробивает. От него одни идут рикошеты, не пробил и так далее. Это просто какой-то демонический танк. Много кого может разобрать. У немцев аналог это Пантера, но Пантера она в общем считается несколько похуже. Хотя тоже крутая все такое. Этот танк просто еще вот их сразу два в кадре. Очень маленький, такой приземистый. в него так хер попадешь. Короче, просто адский. Если на чем-то меньше Т-44 с ним встретился, просто я считаю, что уже на том свете вообще его хер чем победишь. разбирает что угодно. Когда же у меня-то такой будет, а? До него дохера идти. Единственный его минус, что он уже конец как бы развития. Дальше, во всяком случае, пока что ничего нет. Он как бы топовый. Ты его купил, ездишь, фан получаешь, но уже стремиться как бы не к чему. Потому что весь опыт, что идет, он идет ну, можно в свободный его перенаправлять. Но уже не на развитие. Хотя, по-моему, там еще Т-54 должен появиться в итоге когда-то. Он тоже вроде средний танк. Видимо, он будет круче. Но пока что это вообще просто офигенная вещь. Он фактически относится к послевоенным. Или в конце войны был разработан. Но в войне он не участвовал. Вот. И особо много их не выпустили. Ну, в общем, тут это просто, по-моему, даже самый адский танк вообще. Несущий смерть. Причем это фактически светляк. Потому что с его-то скоростью он светит мамы не горюй. Субтитры создавал DimaTorzok